Мои хорошие, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И как вы видите, сегодня я ни свет ни зря буду подрезать свой колонхоя. В общем, с этим цветком была очень интересная история. Я его увидела в цветочном магазине год назад. Маленький такой кустик, и он очень красиво цвел. И я супругу говорю, пожалуйста, купи, он такой красивый, мне так нравится. В общем, я ушла с заветным горшком. И за год он вот так вот хорошенько у меня разросся. Вот так пошел уже немножко вбок сюда. Вот тут вот отцветает цветочек. Очень красивые цветы он давал в течение года. Прям меня баловал. Знаете, я не знаю, сколько раз. Честно, не считала, но очень много раз. Было много красивых цветов, слава богу. И сейчас пришло время его подрезать, потому что он уже идет в разные стороны. И я посмотрела несколько видео на YouTube. Вроде как никакие побеги пропускать не нужно. Чем больше мы сострижем, тем лучше. И в общем, хочу это сделать. Затем отрезанные веточки я положу укореняться в воду поставлю. Сейчас подумаю, как лучше поставить камеру, чтобы вам показать, как я это все делаю. Скорее всего, буду заниматься этим на столе. И приготовлю стаканчик с водой. Отрезать буду вот такими ноженками. Я их заказываю на Валбрис. Называется ножницы для орхидей. И продезинфицировала их вот таким вот спиртом. Так что поехали. Сейчас будем заниматься. Так, вот такая вот у меня красотка тут. И думаю, начну я с верхней. Вот этой веточки. И в какой у меня стебель уже, посмотрите. Так. Вот эти сухие шеи я вообще уберу. Так. Ну тут, конечно, лучше делать это все секатором, я подозревала. Потому что он достаточно уже такой, знаете, подросший. Тут либо какие-то хорошие ножницы нужны. Либо же секатор. Потому что у меня, честно, получается резать его с трудом. И тут вот видите, какой. Так что, не знаю сейчас, что у меня получится. Так, сначала я срежу вот эти вот, которые буду укоренять. Потом разберусь уже с толстыми этими. Чтобы листики не мокли, я их вот так вот тоже поотрезаю. Может быть, тут пойдут тоже побеги. Посмотрим. Так, ну вот такой колонкой у меня получился костик. А здесь я поставила их укореняться. Посмотрим, что будет. Тут у меня уже стоит коллизия. Я опять вещаю. И зубовы. Приехала в стоматологию. Сейчас будем смотреть макет зубов, которые у меня будут стоять в будущем. Вот. Посмотрим. Все вам покажу, расскажу. Послушаем, что скажет врач. Очень интересно. Вот это. Вот этот перипарик. То есть я попросил, чтобы он сделал мне так, как мы хотим. То есть он смотрит. То есть у тебя было совсем все по-другому. Ну, за счет этой реставрации, чтобы сделать более-менее как бы нормально, видишь? То есть они тебе выдвинули их вперед. За счет толщины. Он эту толщину убрал. Это вот разница, как у меня сейчас зубы. Ну, будет вот так вот. Как будет. Ну, там плюс-минус один миллиметр. То есть она, ну... Просто мама-лама. Ну, видишь, за счет пломбирующего материала. Мне то, что не нравится, то, что видишь. Ты его укусить нормально ничего не можешь. Раз. Я не тебе выдвину. Ну, тут представляю, что вот она толщина. Все там нет толщины, все нужно будет убирать. Ну, хорошо, что получается у нас пломб досуга. Здесь у тебя будет... Как практически полукоронка. То есть я буду обтачивать их практически, наверное, досюда. То есть здесь будут как бы полукоронки. А здесь, ну... Ну, в основном-то не 3-4, но тут практически будет карминка здесь. А здесь наполовину. Ну, я буду заходить именно в контактные пункты, чтобы избежать этих черных треугольников, чтобы это было все красиво. Вот я не знаю, выглядят ли передние зубы очень толстыми, такими широкими, жирненькими. Или нормально, понять не могу. Хотя, вроде, неплохо. Руки мне нравятся. Это двойки тоже одинаковые, хорошенькие. Что тебе не нравится? Делать? Смотри, ты ко мне придешь, мы все обезболим и начнем препарировать. То есть мы все оттрепарируем, сделаем ретракцию, все заполируем, снимем слепочки. Ну, это как бы все уйдет у нас, ну, как минимум, часов, наверное, 5, наверное. И мне нужно будет потом изготовить временные каранки. Это все нужно будет отполировать. Все припасывать, чтобы оно все было хорошо. И, в принципе, я тебя отпущу, но и захотим, мы сделаем паузу какую-то, надеюсь, на 15 минут, то есть подержу, покушаешь или чай, потому что, если без проблем, вот, все. В общем, ребята, я вышла, вот стоматология. Да, посмотрела я макет. Мне предложили эти челюсти забрать с собой, но я сказала, что мне не надо, потому что я думаю вот так вот стоять, их там рассматривать постоянно, да, там до... В течение недели я что-нибудь там еще себе напридумывала. В общем, посчитала, что эта идея не очень хорошая. Записалась я на спил зубов через неделю. Приду на целый день с 12 и на целый день. Вот, доктор сказал, что по времени это, скорее всего, займет часов 5. Так что вот с 12 до 5, потом плюс вот эти макеты, все дела. Будем заниматься. И буду ходить с временными зубками уже ждать 2 недели, пока изготовят керамику. Конечно, я очень переживаю. Переживаю я, ну, как бы не то, что за форму даже, а за то, что, возможно, будут какие-то боли, неприятные ощущения, знаете, такого формата. Вот, ну и сама процедура, знаете, у стоматологов, мне кажется, многие непривыкшие люди, как бы не очень рады всем этим посещениям. Ну вот, так что будем смотреть и заниматься. Вот, ну и ждать дня Икс. Так, шлагбаум у меня не получилось закрыть. Ну, хорошо, что выехали. Сейчас, думаю, поедем за кофе съесть, покушаем и пойдем куда-нибудь погулять. Всем хорошего дня, мои хорошие. Люблю вас, ты. Решили, в общем, позавтра, ну, победать в том месте, где мы обычно завтракали. И попить кофеечко. Красивая Москва. Уже все начинает даже соцветать. Люди уже радостные, улыбаются. Все-таки погода хорошо сказывается на настроении. Когда солнышко, хорошая погода, то и настроение хорошее. Цветочки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok